Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Билышко. Возвращение блудного мэра. Геннадия Труханова и его заместителя задержали в Борисполе. Что дальше? Язык договоренностей. На какие уступки по закону об образовании готова Украина и что об этом думают в Венгрии? Ужас с доставкой. Политики по всему миру получают конверты с белым порошком. Кто рассылает эти послания? Из отпуска в СИЗО. Одесский мэр Геннадий Труханов, которого полтора месяца не видели на рабочем месте, наконец объявился. Он прилетел в Борисполь и сразу же был задержан. Вчера, напомню, сотрудники НАБУ принесли в мэрию Одессу уведомление о подозрении, но Труханова не застали. Он уже несколько раз продлевал свой отпуск, а несколько дней назад он оформил командировку в Чехию. В Праге, правда, заявили, что ничего об этой поездке не знают. И вот сегодня с утра в СМИ стали появляться сообщения о том, что Труханов намерен вернуться. Затем в НАБУ подтвердили, что одесский мэр действительно прилетел в Украину и был задержан в аэропорту Борисполь вместе со своим заместителем Павлом Вугельманом. Теперь Труханову должны избрать меру пресечения в Соломинском райсуде столицы. Там сейчас находится моя коллега Инна Томина. Она с нами на прямой связи. Инна, здравствуй. Началось ли заседание и какую меру пресечения требует обвинения? Добрый вечер, Наталья. Заседание Соломинского суда по делу скандального одесского мэра Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана анонсировали еще в 17 часов дня. Но слушание начинается буквально в эти минуты. Хотя ходатайство по избранию меры пресечения канцелярия суда зарегистрировала достаточно давно. С чем связана задержка пока неизвестно. Прокуроры САП просят суд арестовать Геннадия Труханова с возможностью внесения залога в 50 миллионов гривен. Для Павла Вугельмана также просят арест с правом залога уже в 20 миллионов. Для остальных четырех задержанных сумма залога меньше по 10 миллионов. Всех их, напомню, подозревают в хищении денег из бюджета Одессы. По версии следствия, они причастны к приобретению мэрии имущества завода Краян за 185 миллионов гривен у фирмы, которые ранее купила завод всего за 11 миллионов. Сам же Труханов утверждает, в коррупции он не причастен, не участвовал, покупка законная, поэтому он не боится отстаивать свои права в суде. Говорит, якобы сам предупреждал детективов НАБУ, когда именно вернется в Украину из Чехии. Пока это вся информация на этот момент, мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, Инна Томина. Ждет начало суда, который сберет меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова. В столичный аэропорт Борисполь Труханов прибыл не из Чехии, а из Польши. Сказал, что летел через Варшаву. Хронология событий, а также суть обвинений в материале Андрея Анастасова. По официальной версии Одесского горсовета, как только Геннадий Труханов узнал, что ему заочно объявили о подозрении, срочно прервал командировку в Чехию, где перенимал опыт модернизации трамваев и прилетел в Киев, дескать, не скрывается от следствия. Сюда же из Израиля прибыл еще один фигурант расследования, его зам Павел Вугельман. Украинские пограничники их уже ждали. Прикордонники выполнили поручение НАБУ, проинформировали инициатора, относительно гражданина Украины Труханова и его заступника, которые прибыли до Украины из-за кордона. Соответственно, инициатор, представители НАБУ, приехали до аэропорта и вручили и Геннадию Труханову, и его заступнику подозру. Прямо в Борисполе детективы НАБУ обоих задержали и повезли на допрос. Труханова и Вугельмана подозревают в растрате бюджетных средств. Это же инкриминирует директору Департамента коммунальной собственности Одессы Алексею Спектору и главе профильной комиссии Горсовета Василию Шкрябаю. Правда, где они находятся сейчас, пока неизвестно. Это распространение майна шляхом заражения службовым становочем, особенно в больших размерах. В соответствии санкции предпочитают покарание в виде избавления воли до 12 лет. Речь о скандале вокруг бывшего завода Краян. Два года назад Одесская мэрия для своих нужд приобрела у частной фирмы здание предприятия за 185 миллионов гривен. Фонд Держмайна в 2015-2016 году продал цілісный майновый комплекс завода Краян. Продал его на открытом торгах за 11,5 миллионов гривен. После этого, через некоторый час, фирма, которая уже фактически набрала право власти на этот комплекс, фактически не вживая никаких действий для покращения, уже Одесская мэрия на основе соответствующего решения купит это самое майно, но уже за 185 миллионов гривен. В НАБУ считают, обе стороны неплохо нажились на этой сделке. Двоих коммерсантов и еще одного чиновника мэрии вчера задержали в Одессе. Громкие задержания прокомментировали его по блоке. Призывают правоохранителей не политизировать расследование. Что же касается завода Краян, напоминают, тогда полицила принципиально не поддержала эту сомнительную сделку. Именно с этим зданием, именно с этим решением связаны те события, которые происходили в нашей фракции оппозиционного блока в прошлом году, когда мы вынуждены были исключить из партии несколько наших депутатов, которые, как мы считали, абсолютно неправильно поддерживают данное решение. Сам Геннадий Труханов на своей странице в фейсбуке сегодня написал, все решения, принятые Одесской мэрией, считает абсолютно законными и утверждает, правда на его стороне. Он также уточняет, что сам попросил адвоката связаться с НАБУ и сообщить о своем возвращении в Украину. Правда, в бюро это опровергли. Дескать, о прилете Труханова узнали от пограничников. Напомню, в Одессе мэр не появлялся полтора месяца с конца прошлого года. То брал отпуски, то продлевал их, то уезжал в заграничные командировки. Андрей Анастасов, Наталья Шумакова, Александр Кириченко, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Сомнительная сделка с покупкой городского здания далеко не единственный скандал, в котором фигурирует одесский мэр. В прошлом году журналисты раскопали, что у Геннадия Труханова двойное гражданство. Якобы у него есть российский паспорт. Правоохранители проверяют сейчас эту информацию. Одесский мэр не единственный политик, имеющий несколько паспортов. Их наличие силовики проверяют также и у нардепа Вадима Рабиновича, которого журналисты также уличили в израильском гражданстве. В Кабмине сегодня подводили итоги года. Изучали отчет за 2017 год. Довольны ли премьер и его подчиненные своей работой, узнаем от Ольги Теребинской. Проблем хватает, но хорошего тоже немало. Премьер-министр сегодня представил отчет работы Кабмина за прошлый год. По словам Владимира Гройсмана, экономический рост превысил 2% ВВП. Но останавливаться на этом не собираются. Напомнил Гройсман и о пенсионной реформе. Более 2 миллионов человек уже получили повышение пенсии. В среднем они выросли на 570 гривен. В 2017-м удалось, по словам премьера, облегчить жизнь бизнесу. В частности, отменили внеплановые проверки, так называемые маски-шоу, и упразднили часть разрешительных документов. А реформа таможни помогла вывести из тени около 70 миллиардов гривен. По словам главы правительства, в этом году продолжатся масштабные капремонты. В частности, на строительство дорог выделили 46 миллиардов гривен. На обновление Укрзалезницы еще 26. Также премьер анонсировал запуск стратегического бекситского тоннеля ровно через 100 дней. Среди ключевых задач на этот год – продолжение децентрализации, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. Также сегодня правительство утвердило новые правила финансирования организаций ветеранов. Теперь, для того, чтобы получить деньги из бюджета, организации обязаны будут пройти конкурс. Теперь, будь-якие заходы, которые финансуются за рахунок коштов государственного бюджета, будут проходить с початку громадскую экспертизу, для того, чтобы не было у нас заказов разного порядка, что те или не те финансуются, правильные или неправильные заходы. Обсуждали на заседании и нашумевший закон об образовании. Кабмин одобрил законопроект, в котором предлагается продлить переходной период для имплементации языковой статьи закона с 2020 года до 2023 года. Потому что дети, которые заходят до первого класса, теперь они уже будут иметь больше времени на изучение украинской мовы. Таким образом, эти дети достигнут пятого класса, как раз завершат початковую школу в 2023 году, и должны иметь лучший уровень украинской мовы. Теперь законопроект должны рассмотреть в Верховной Раде. Ольга Теребинская, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер. Кабмин также принял несколько решений относительно конфликта с Венгрией из-за образовательного закона. Министры предложили продлить срок имплементации этого документа на три года, то есть до 2023 года. А еще внесли выводы Венецианской комиссии в годовой национальный план сотрудничества с НАТО. Чего ждут в ответ от Будапешта, знает Елена Абрамович. Закон об образовании вроде бы далекий от сверхбезопасности вопрос. Однако именно в штаб-квартире Альянса Венгрия использовала его чаще всего. Блокировала заседание Украина-НАТО уже дважды. Требовала отказаться от закона. Обязанность венгерской дипломатии защитить венгров, где бы они ни жили, на родине или за границей. Мы серьезно относимся к решениям НАТО, ведь все страны, которые хотят сблизиться с Альянсом, должны предоставлять, а затем и реализовывать. Годичные планы. А в годичном плане Украины вопрос прав нацменьшинств присутствует. За помощью Украина вначале обратилась к Венецианской комиссии. А сегодня внесла рекомендованные этим независимым органам изменения в годовой национальный план сотрудничества с НАТО. Угорская страна не полагает, что мы порушили своим законам, порушили определенные положения в предыдущей национальной программе, где Украина берет на себя обязанности защищать интересы всех национальных майнеров, не только Угорской. Но мы тому предлагаем, что хорошо, мы понимали вас, мы понимали рекомендации Венецианской комиссии, и полностью, так, как она рекомендовала, после двухкратек комиссии рекомендую, все, что она рекомендовала, мы предлагаем внести в речную национальную программу. Еще один шаг на встречу от строчки имплементации закона. Кроме того, ведутся консультации с национальными меньшинствами. Правда, не без проблем. Водбывается реальное затягивание процесса консультаций, и створюется впечатление, что Украина недбала ставиться до рекомендаций Венецианской комиссии. Это не правда, это манипуляции. Для нас важнейшее вывести это вопрос из политического манипулирования и перевести в площадь пользы для детей. А пока конфликт не решен, Киев не может полностью развивать сотрудничество с Альянсом. Последнее заседание комиссии Украина-НАТО было два года назад. В украинской миссии надеются восстановить диалог. Удастся уже в апреле на съезде министров иностранных дел НАТО. Я сподіваю, что до этого часа нам вдастся спільными заседаниями все-таки проблему с Горщиной вырешить. Я кадр отручу НАТО, поверьте, не меньше, чем Украина. Вы знаете про исцнение листа, напевно. Один из послевов НАТО надіслал своему коллеге лист, в якому они выслали свое повное нерозумение, каким чином можно привносить и зловживати принципом консенсуса в такие организации, как НАТО. О том, что пришло время перевернуть эту страницу, накануне заявил и генсек НАТО. Обсудить этот вопрос с украинским президентом он планирует на нынешней неделе в Мюнхене во время международной конференции по безопасности. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское берет телеканала Интер. Мюнхенские встречи министров иностранных дел стран Нормандской четверки, которые запланированы на 16 февраля, Петр Порошенко по телефону обсудил с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили пресс-службы обоих президентов. Но главной темой стало освобождение украинских заложников, в частности, обмен пленными пограничниками. Разговор состоялся в координации с европейскими и американскими партнерами. Ветераны МВД, которые требуют перерасчета пенсии, встретились с народными депутатами. Бывшие правоохранители направили обращение представителям всех партий в парламенте. С кем они пообщались и к чему пришли, расскажет Юлия Жешко. Более 200 ветеранов МВД настояли на встрече с лидером оппозиционного блока Юрием Бойко. Все для того, чтобы задать политику единственный вопрос. Что делать с тем, что ветераны со стажем работы 30 лет в органах получают пенсию в размере полторы тысячи гривен. Встречу с народными депутатами инициировала Ассоциация ветеранов МВД. Ведь вопрос с индексацией соцвыплат уже несколько лет остается нерешенным. Я хочу сказать, что у нас 70% рядового сержантского и старшинского склада, все чернобыльцы отримают 1500-1700 гривен. Люди, кто где может, подрабатывают. Офицеры, майоры, полковники идут охранниками. Поможите нам. Мы служили честно, добросовестно. Чего до нас сейчас такое отношение не занимает? Бывшие правоохранители не понимают, почему деньги на повышение зарплат действующим военнослужащим государство найти смогло. А на перерасчет нищенских пенсий ветеранам средств нет. По словам Юрия Бойко, виной всему бюрократия. Чиновники просто нашли способ обойти закон. С 2012 года не было практически никакой индексации пенсии. Почему так стало с вашей категорией? Потому что, согласно с законом 1992 года, пенсия военнослужащим и правоохранителям, она нараховывается не так, как всем іншим с податков работодавцем. Она нараховывается с пенсийного фонда, куда переграховывая гроши бюджет. Зарплату действующим военнослужащим сбільшили не постанову кабинета министра, а приказа министра обороны. Отримали бюрократичную зачипку и сказали, что у нас нет постановы кабинета, поэтому мы сбільшивать пенсию не будем. Власть ошибку не признает, и решать ее самостоятельно не собирается, говорит Бойко. Ведь финансирование пенсии в этом году даже урезали. Кроме того, речь шла и о планах Минсоцполитики, а именно о законопроекте о пенсионном обеспечении военнослужащих. Как оказалось, ветераны против таких нововведений. Мы обговорювали, не дай Бог, если принимается это новое ганебное законодательство, люди будут не больше отримать, как декларуют. Мы знаем про этот законопроект, он блуждает Министерство социальной политики. И, наверное, первый объект, где будет, как бы говорится, протест нации, это как раз и будет Министерство социальной политики. Потому что они инициаторы всех этих вещей. Нардеп отметил, что сегодняшняя встреча с ветеранами уже шестая. При этом обращения продолжают поступать. Сплошным потоком идут обращения на меня, на депутатов нашей фракции с просьбой встретиться, разъяснить позицию и поддержать этих людей. Потому что то, что произошло с ветеранами правоохранительных органов, военной службы, это безобразие. И это по всей стране так. Чтобы решить вопросы с выплатами, оппозиционеры обратились в суд и зарегистрировали в парламенте постановление о пересмотре госбюджета. Юлия Жешко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Трое военных ранены в зоне АТО. Боевики били из минометов возле Троицкого. Также обстреляли позиции украинской армии в районе Красногоровки и Каменки. Несмотря на постоянные обстрелы, на передовую по-прежнему стремятся волонтеры, чтобы поддержать наших бойцов. Все подробности в материале. Эти скорые издалека узнают на передовой. В Авдеевке мобильные стоматологические кабинеты Киевской элитной клиники – регулярные гости. Это уже не есть какой-то несподинка. Это уже доказ профессиональности компании «Стела» и «Салима». Это уже доказ постоянности. Знаете, знака класса. За считанные минуты автомобили готовы для приема пациентов. Бойцов, которые четвертый год держат оборону на фронте. Это уже больше, чем ликования заведут, потому что это уже должность. Второй год свой день рождения «Салим» предпочитает празднованию, оказание помощи защитникам Украины. Самая большая любовь – это к матери и к родине. А любовь к родине – это уже патриотизм. Мне честь свой день рождения отметить среди таких патриотов. В этот раз на инициативу «Салима» откликнулись высококвалифицированные стоматологи из Киевской области. В зону АТО с ним приехали терапевты, ортопед и челюстный лицевой хирург. Для Леонида это первый опыт работы в мобильных условиях. Наши условия позволяют оказывать весь все виды амбулаторно-хирургической помощи. Кресло может подняться, разложиться, и мы можем провести здесь вплоть до гайморатомии. Удаление инородных тел, мягких тканей и костей, все, что нужно. Несмотря на полевые условия, автомобили максимально укомплектованы. Оборудование не уступает тому, что обычно находится в кабинете дантиста. Это рентген-аппарат, портативный. С помощью этого портативного мы можем делать в наших условиях рентген-снимок. Вчера нам приходилось пользоваться как минимум 5-6 раз. Менее чем за полчаса доктор удаляет зуб, беспокоивший бойца несколько месяцев. На две части расколы полностью аж до корня, так что ничего там жалеть не стоит. О своей безопасности, несмотря на близость линии фронта, врачи, окунувшись в работу, уже не задумываются. Стоя за зданием, мы слышали обстрел. Мы слышали обстрел как раз в момент удаления зуба. Это было, это факт. С последующими поездками нам нет времени отвлекаться на работу военных. Мы стараемся максимально погрузиться в свою работу. Те, кто попадает в кресло дантиста в этих мобильных кабинетах, получают медицинскую карточку. И в дальнейшем смогут бесплатно лечиться в киевской частной клинике. Даже в Киеве, в клинике, мы поднимаем карточку и также продолжаем лечение с пациентом по бесплатному лечению. В планах Усалима открыть три кабинета стоматологии для бойцов АТОХ. В Авдеевке, Краматорске и Бахмуте. Я должен Украине очень много. Ведь в Украину, это страна, которой я выбрал жить в этой стране, Украина мне много что дает. Из Авдеевки мобильные группы стоматологов едут в следующий город, к новым пациентам, которые держат оборону. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдал из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Российского оппозиционера, экс-депутата Госдумы Илью Пономарева допросили по делу о госизмене Виктора Януковича в Абалонском райсуде столицы. Разговор продлился более двух часов. Пономарев сообщил о почти миллиардной взятке в долларах США, которую через схему с облигациями госзайма получила от российского правительства окружение Януковича. Для того, чтобы Украина стала членом Евразийского союза. По словам Пономарева, именно из этих денег в 2014 году семья Януковича финансировала боевиков так называемых ДНР и ЛНР. Защита Януковича сегодня подала ходатайство о привлечении более сотни свидетелей. Судьи частично удовлетворили прошение, но при условии, что опальные политики лично появятся в зале суда. Итог рассмотрения заседания по свидетелям. Из более чем 160 свидетелей защиты суд удовлетворил всего лишь 16 человек. Я обращаю внимание, что со стороны Генеральной прокуратуры было удовлетворено и фактически уже заслушано 44 человека. Мы считали, что свидетелями данных событий в данном окружении могут быть только две люди. Все остальные свидетели не есть свидетелями именно в этом окружении. Это пилот геликоптера, который летел вместе с заворачиванием Януковичем. А также работник Айр-Рух. Шпионские игры. Директор ФБР жалуется, что Китай наводнил Америку своими людьми, которые выуживают научную информацию. Какие еще сенсации прозвучали сегодня в Конгрессе, расскажет Дмитрий Анопченко. Такого звездного состава ни одна пресс-конференция не соберет. В одном зале директор ФБР, глава ЦРУ, руководители национальной и военной разведки, агентство по нацбезопасности и управление геопространственной разведки. Всех их вызвали в Конгресс на слушание Сенатского комитета. Пресса заранее предвкушала сенсации и не разочаровалась. Первое громкое заявление от директора ФБР, мол, Америка сейчас буквально наводнена китайскими шпионами. По словам чиновника, Поднебесная мечтает лишить Соединенные Штаты статуса сверхдержавы. И для этого внедрила в американские вузы и научные центры тысячи своих агентов. И это якобы не разведчики в традиционном понимании слова, а китайские профессора, ученые и студенты, которые обо всем докладывают на родину, пользуясь наивностью американских ученых. Мы замечаем использование нетрадиционных собирателей информации в академических кругах по всей стране, не только в крупных, но и в маленьких городах, практически в каждом научном направлении. ФБР считает, ситуация настолько серьезна, что уже стала угрозой для всего общества. Сенаторы это даже прокомментировали. Дескать, за всю историю США у них не было конкурента и противника такой мощи. А директор ЦРУ помимо Китая и России, которые в Конгрессе традиционно много говорят, видят и еще одну угрозу для Америки. Северная Корея. Помпео призывает не обольщаться временным потеплением в отношениях с Кимом, вызванным проходящей сейчас Олимпиадой, и говорит, что под прикрытием всех этих событий режим, наоборот, усиливает и развивает свою ядерную программу. Директор национальной разведки Дэниел Коутс такого же мнения. Сообщил конгрессменам, в 2018-м КНДР проведет новые испытания, которые так беспокоят мировую общественность. В том числе это может быть и ядерный взрыв над Тихим океаном. При этом главы спецслужб уверены, Ким Чен Ын изолирован от информации и не владеет полной картиной, дескать, даже самому могущественному человеку в КНДР. Его окружение многое не договаривает. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Эпидемия угроз и запугивания. Конверты с белым порошком доставили по почте в британский парламент и в американский офис Барака Обама. Это вслед за письмом, которое на днях получила невестка Дональда Трампа. Светлана Чернецкая с подробностями из Лондона. Подозрительное письмо обнаружили в одном из кабинетов британского парламента. Сюда сразу же приехала полиция. Оцепили не только офис, но целое крыло здания. А к работе тут же подключили детективов из отдела по борьбе с терроризмом. Конверт изъяли и отдали на экспертизу. По ее результатам оказалось, что белый порошок безвреден. Никаких записок к нему не прилагалось. Так что неизвестно, с какой целью отправляли странное письмо. Британские депутаты до 20 февраля на каникулах. Так что на работу парламента инцидент особо не повлиял. Это уже третий случай за последние дни, когда известные люди получают конверты с белым порошком. Из-за подобного письма невестка американского президента Ванесса Трамп попала в больницу. Супруга старшего сына Трампа переволновалась, когда обнаружила содержимое конверта. Ее и еще двоих людей, находившихся в квартире при вскрытии письма, отправили в госпиталь в качестве меры предосторожности. Порошок тоже оказался безвредным. И последняя жертва странной эпидемии – бывший президент США Барак Обама. По адресу его офиса в Вашингтоне доставили письмо, в котором обнаружили белый порошок и записку с угрозами. Порошок оказался детской присыпкой. По данным следствия, письмо пришло из Гонконга. Во всех случаях следователи пытаются установить личности отправителей. Очевидно, что авторы посланий подражают сторонникам Бен Ладена, которые в 2001-м отправляли такие письма американским конгрессменам и журналистам. Тогда в конвертах были споры сибирской язвы. Это особо опасная инфекционная болезнь, часто приводящая к смерти. Новые факты о попытке захвата соевого завода в Херсонской области. Напомню, неизвестные весьма специфического вида в спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках ворвались на территорию предприятия после того, как там побывал следователь ГПУ. Мы неоднократно требовали от Генпрокуратуры дать оценку действиям их сотрудника и вот наконец получили ответ. Подробности в материале. Фабрика по переработке соевых бобов «Каховка протеинагров» в Херсонской области возвращена под контроль законного владельца. Эту информацию распространили несколько интернет-изданий, ссылаясь на заявление руководства компании. Захват фабрики боевиками произошел 23 января. На территорию завода ворвалось около 70 неизвестных в растянутых спортивных штанах, кроссовках, балаклавах и с палками в руках. Захватчики перекрыли движение транспорта, угрожая охране фабрики оружием. Давление на сотрудников завода длилось больше недели. И после попытки фактической охраны предприятия уладить конфликт, неизвестные устроили побоище с применением бит и оружия. Пострадали около 10 человек. Один из охранников с двумя огнестрельными ранениями попал в реанимацию. Позже нападавшие были задержаны. У них нашли автоматическое огнестрельное оружие. Сейчас территория предприятия освобождена от посторонних лиц и работает в нормальном режиме. Попытки захвата предприятия предшествовали действия сотрудника генпрокуратуры Александра Буковчанника. Следователь, прикрываясь решением суда об аресте предприятия, самостоятельно решил передать его на хранение третьему лицу, компании, которая ранее владела заводом. Но из-за миллионных долгов перед банком лишилась права собственности. К тому же с 2011 года находится в стадии банкротства. После неоднократных обращений в генпрокуратуру с требованием дать оценочную характеристику действиям Буковчанника, мы получили официальный ответ. В нем говорится, разглашать следственную тайну генпрокуратура не может. Единственное, подчеркнули следователи, основываясь на решении Печерского райсуда Киева, после осмотра предприятия действительно передал его на ответственное хранение бывшему собственнику. Чтобы проверить законность действий Буковчанника, мы в открытых реестрах нашли судебные решения по соевому заводу и показали их независимым юристам. Адвокат Михаил Ильяшев объясняет, следователь фактически своими действиями подменил судебную инстанцию и сам определил собственника. Пока идет расследование, следователь уже принимает решение, кто же является собственником. Интересно, на основании каких документов он принимал такое решение, и почему он определил, что именно вот это другое предприятие является собственником, если в государственных реестрах собственником указано совершенно иное лицо. К тому же, утверждает юрист, в решении суда говорится о наложении ареста, но не передаче завода под контроль другому предприятию. Печерский суд никоим образом не решал, кому передавать этот объект на ответственное хранение, кто является собственником этого объекта. То есть фактически, наверное, Печерский суд немного использовали в темную, и судьи под видом необходимости осмотра помещения и завода подсунули какие-то другие бумаги. Из собственных источников мы узнали, после разгоревшегося скандала Александр Буковчанник ушел в двухнедельный отпуск и на работу так до сих пор не вернулся. Мы выяснили, это не первый скандал с участием этого следователя. Он является представителем прокурорской династии, родной племянник экс-прокурора Киева Евгения Блажевского. В 2009 году засветился в деле иностранцев, насилующих украинских девушек, которых крышевала столичная прокуратура. Мы выяснили, следователь метит на высокую должность в ГПУ. После революции достоинства участвовал в конкурсе на должность в Генпрокуратуре. Несмотря на очень низкие результаты, все же прошел. Сейчас Александр Буковчанник привлечен к квалификационной комиссии к дисциплинарному производству. Юристы не исключают, за превышение полномочий следователя могут уволить из Генпрокуратуры. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Мы не ставим точку в этой истории. Уже в ближайшие дни должно состояться судебное заседание по делу завода по переработке соев. В свою очередь, общественная организация «Национальное сопротивление» на завтра анонсировала акцию протеста против коррумпированных судов. Активисты собираются напомнить служителям Фемиды о том, что необходимо придерживаться буквы закона. Мы продолжим следить за развитием этой истории. Из Харькова без пересадок. В этом году из города нужно будет улететь в Германию, Испанию, Италию и на Кипр. Какие еще рейсы на подходе, расскажет Светлана Шекера. Ольга с родителями летит в Шарм-Аль-Шейх. Девушка говорит, хотела бы летать из Харькова дешевыми лоукостами и в Европу, как ее киевские друзья. Я слышу постоянно всякие предложения от моих друзей из Киева, поехали, поехали. Но у нас в Харькове пока что лоукостов нет. И мне, как студенту, было бы намного бюджетнее и комфортнее ездить с помощью этих лоукостов. А еще харьковчане хотели бы летать без пересадок в теплые страны. У нас с погодой не очень хорошо. Сейчас из Харькова можно вылететь прямым рейсом в Киев, Варшаву, а еще в Беларусь, Израиль, Турцию и Египет. Глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Святличная обещает, уже в этом году возможностей станет значительно больше. В область приходят три новые авиакомпании. Уже с квитня месяца будет двече на тиждень выполнять рейсы до Дортмунда, Німеччина, а также из червня месяца до Котовице, Польша, также двече на тиждень. Джорджиан Айрлайнс будет с Харькова отлетать до Тбилиси, двече на тиждень. Украинская авиакомпания будет выполнять прямый рейс Харьков-Милан, двече на тиждень, с квитня месяца. На этапе отримания лицензии из червня месяца авиакомпания SkyUp зайдет на Харьковский рынок из 5 новыми напрямками до Барселона, Ларнаки, Тивату, Бургасу и Римени. С появлением этих рейсов легче будет добираться и в другие города Европы. Например, попав в Котовице, долететь до Ирландии и даже в Португалию. Дортмунд город на северо-западе Германии, на расстоянии не более 200-250 километров от которого находится известная нам Амстердам, Брюссель, Дюссельдорф и Котовица. Из этого города вылетает достаточно большое количество рейсов. Сейчас идут переговоры с авиакомпаниями для организации полетов в Дубаи и Одессу. А в следующем году жителям области обещают рейсы в Лондон и Львов. Цена билета у компании лоукостера в среднем полторы тысячи гривен. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Битва за мораторий. Еще в прошлом году Европейский Союз настоятельно требовал упразднить запрет на экспорт леса. Украина ввела его в 2015-м на 10 лет. Отмена была ключевым условием выделения транша в размере 600 миллионов евро. Мораторий не отменили, а лес по-прежнему рубят. И везут в ту же Европу под видом досок. Тем же, кто противостоит уничтожению леса, пытаются закрыть рот. Какими способами, расскажет Ольга Поломарюк. Апрель 2016-го. Рейцентр Глыбокое. Посреди Белого дня несколько военных останавливает грузовик с лесом. По их информации, деревья срублены незаконно. Мужчины требуют, чтобы водитель предъявил документы на груз. Тот отказывается. Тогда атошники делают несколько выстрелов в воздух. В одном из мужчин водитель узнал руководителя областного центра помощи участникам отток иборга Валерия Красняна. Якобы у него было оружие. Тогда, по факту, открыли уголовное производство, но дело дальше не пошло. И вот спустя почти два года о нем опять вспомнили. Сегодня Красняну избирают в меру пресечения. Одна особа уже признана виновной, один из фигурантов этой справы. Там статья 353 привлечения владельцев правоохранительного органа. Сейчас только вырешивалось, вернулись к суду с хлопотанием про обрание запобежного захода на стадии досудового расследования. Защита требует отвода судей. Сомневается в его беспристрастности. Тот оглашает перерыв. Активисты, которые пришли поддержать Красняна, бросаются к прокурору. Вы, людей, которые патриоты, которые проливали кровь за эту страну, оглашаете им подозрение? А злодеям, которые крадут лес и безчинство делают на этой стране, вы почему-то не работаете? Волонтеры и боевые по братиму Валерия Красняна уверены, к делу двухлетней давности вернулись не случайно. Валерий сейчас снова поднял вопрос незаконной вырубки лесов. Думаю, это связано с тем, что оно было все прикрыто и замылено, а теперь, когда поднялось повторно это вопрос, значит его вырешили протиснуть. Речь идет о незаконной вырубке пяти гектаров высококачественного дуба. Краснян узнал об этом от местных жителей и обратился к чиновникам с требованием прекратить уничтожение леса. Но вместо этого возобновили уголовное дело. Лес в промышленных масштабах уничтожают не только на Буковине, его рубят и в Ивано-Франковской области, и в Закарпатте. И несмотря на то, что в Украине вот уже три года действует мораторий на экспорт кругляка, его вывозят вагонами, чаще всего в Европу, под видом досок, а иногда даже обычных дров. Активисты пытаются противостоять вырубке ценных пород деревьев, но их никто не слышит. Ведь нередко в таких делах замешаны высокопоставленные чиновники и фигурируют огромные суммы в валюте. Видимо, поэтому за решетку так никого и не отправили. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Скандал в Украинском министерстве спорта. Выяснилось, что участник Олимпиады Андрей Мандзи сам смастерил себе сани в своем гараже за свои деньги. Об этом он рассказал в интервью газете «Сегодня». От федерации получил только полозья на 1200 евро, кронштейны, а это еще 290, и две пары резинок по 30 евро. Напомню, именно Мандзи на одном из поворотов вылетел из саней. К счастью, он сумел заскочить в них на ходу и добрался до финиша. Ранее, я напомню, министр спорта Игорь Режданов заявил, что для Олимпийской сборной было закуплено все, что только можно, и на это выделили около 20 миллионов гривен из государственного бюджета. На Олимпийский городок Пхенечхан обрушился ураган. Сильный ветер перевернул уличные палатки, опрокинул дорожные знаки и мусорные баки. Сегодняшнее соревнование пришлось перенести. Индивидуальная женская гонка на 15 километров по биатлону состоится в четверг, а финальные женские соревнования по слалому в пятницу. Доступ к Олимпийскому парку ограничили до конца дня. Зрителям советуют оставаться в помещениях. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин